Добрый день, коллеги. Доброе утро даже. Я сегодня постараюсь рассказать о цифровой патоморфологии в практическом разрезе. Мы, например, с врачами из Института онкологии Петрова несколько недель назад были в Берлине на 13-м конгрессе Европейской цифровой патоморфологии. У меня осталось очень двоякое чувство. То есть 13 лет коллеги разговаривают, говорят о технологиях, о том, что патология 2.0 — это цифровая, безусловно, патология. По многим причинам, в том числе, которые я освещу сегодня. Но сказать, что это где-то внедрено на практике, что это используется на потоке так же рутинно, как используется в диагностике микроскопа или гистологический атлас, наверное, нельзя. При этом вполне уже есть успешные примеры того, как это используется каждый день, как эти технологии работают. Работают для того, чтобы помочь врачу и сделать диагностику эффективнее, то есть помочь в конечном итоге пациенту. Ну, собственно, я начну немножечко издалека. Я начну с того, что не является секретом, я думаю, ни для кого здесь присутствующих. Это субъективность. То, о чем сказала сегодня уважаемая Асель. Диагностика патоморфологическая, морфологическая диагностика онкологических заболеваний — процесс субъективный. Врач принимает решение о диагнозе, о том, является ли заболевание злокачественным или доброкачественным, о том, что это за заболевание. Да, если верить в возрастской классификации ICD-O, у меня нет оснований ей не верить. Это несколько тысяч. И важно не только ответить на вопрос, зло это или добро, важно еще правильно типировать. Современная онкология стремится к персонализации лечения. И все это находится в сфере ответственности врача, который тоже человек, который может уставать, который имеет какую-то личную или профессиональную жизнь, который смотрит десятки, иногда больше сотни случаев в день. И это, безусловно, все приводит к тому, что существуют ошибки. Это ни для кого не секрет. Я думаю, что, во-первых, мы находимся в таком профессиональном коллективе. Нет смысла как-то стесняться и не говорить об этом. Кроме того, это нормальная мировая практика, когда мы общаемся с коллегами в том же Евросоюзе, в Штатах. Все понимают, метод субъективен. И в то же время, например, клиникодиагностическая лабораторная практика, она была объективизирована несколько десятков лет назад. То есть, если раньше лаборант считал количество тромбоцитов в крови, сейчас это делают машины, делают это объективно, со всеми вытекающими последствиями с точки зрения точности и качества диагностики. А патоморфология, несмотря на всю ее критичность, несмотря на то, что это краеугольный камень вообще в онкологии, до сих пор субъективна. И, собственно, то, что мы делаем, это объективизация диагностики за счет использования технологий, за счет внедрения их на потоке. А, собственно, мы создаем собственное программное обеспечение. Это платформа Digital Pathology. Эта платформа содержит, на самом деле, уже несколько продуктов для разных целей их задач, для диагностических, для агрегации архивов, для обучения, для различного рода научных проектов. Я сегодня постараюсь немножечко об этом рассказать и рассказать о том, как мы это внедряем, что, наверное, еще более важно. Ну, собственно, как я говорил, реализация Digital Pathology, она служит вот нескольким задачам. Минимизация риска ошибки в диагностике, прежде всего за счет того, что над каждым кейсом может работать несколько специалистов и должно работать специалистов. И вот Асель тоже сегодня сказала такую очень красивую вещь. Открыть вот этот black box, открыть черный ящик диагностического процесса, то есть сделать его прозрачным и понятным и для врачей, и для клинических специалистов. И, собственно, вот эту задачу мы решаем с помощью платформы Digital Pathology. Снизить сроки постановки диагноза. Безусловно, в ситуации, когда мы встречаемся с какой-то достаточно узкой нозологической группой, будь то лимфопролитеративные заболевания, опухоли ЦНС или еще что-то, безусловно, у патолога, который имеет специализацию, субспециализацию в этой нозологической группе, уйдет гораздо меньше времени для того, чтобы поставить диагноз. Вместе с этим, по объективным причинам, невозможно в каждой лаборатории, будь то частная или государственная, самая крупная лаборатория, иметь специалистов по всем субспециализациям. Это невозможно и потому, что таких врачей очень мало, не только в России их мало, во всем мире их мало, а невозможно и по причине того, что собрать достаточный объем материала по всем нозологиям, чтобы подпитывать опыт специалистов, тоже невозможно. Наши технологии позволяют объединить квалификации любых специалистов в рамках одной лаборатории. То есть представьте, что есть лаборатория в региональном онкодиспансере или в федеральном государственном лечебном учреждении. И в рамках этой лаборатории участвуют в диагностическом процессе любые врачи с любыми компетенциями, и речь идет не только о российских специалистах. Безусловно, это накопление статистики, это то, о чем сегодня тоже было сказано, создание архивов. И здесь мы тоже решаем эту задачу, причем достаточно элегантно, позволяя не создавать серверные мощности, которые достаточно тоже дорогостоящие в рамках лечебного учреждения, охранить на тех серверах, которые есть у нас, ну и со всеми вытекающими экономическими последствиями, то есть экономить на этом деньги. Ну, собственно, привлечение к диагностике внешних консультантов, это вот тоже очень актуальный на сегодня вопрос, и это все называют цифровые консультации. Я бы назвал это немножечко по-другому, это не вполне консультация, это именно коллегиальная работа, когда врач, находящийся за тысячи километров, может участвовать в диагностическом процессе над конкретным случаем или случаями в рамках любого лечебного учреждения. Ну, собственно, я говорил о том, что вот две ключевые механики, которые мы используем в диагностике случаев пациентов, которые обращаются, например, к нам, это коллегиальность в работе специалистов, когда минимум два специалиста работают над каждым случаем, когда весь ход диагностического процесса он фиксируется внутри системы, когда у нас есть возможность привлечь к финализации диагноза патологов субспециализации в конкретной нозологии. И пару слов буквально про технологии. Вот тоже сегодня интересный вопрос затронули про DICOM. Я позволю себе в конце презентации пару слов про DICOM сказать. Мы много про это думаем, много с этим работаем. Технология работы с изображениями, вот кажется, давайте сделаем просмотрщик, куда-то на сервер отправим файл. Это не так просто, как кажется, на самом деле. То есть сделать возможность работы врача из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и, допустим, Киля, и чтобы эти врачи работали одновременно и работали с одинаковым качеством, с одинаковой скоростью, фатоморфология все-таки достаточно традиционная сфера с определенным уровнем инертности. И, наверное, врачу важно работать с изображением с такой же скоростью, желательно, когда стекло находится на предметном столике микроскопа. И да, у нас получается так делать, и да, многие лидирующие производители оборудования, которые, безусловно, имеют свой софт, искренне говорят о том, что вот те технологии, которые у нас есть, они позволяют работать с препаратами гораздо быстрее и эффективнее. Я попрошу первое видео включить. Это пример того, как мы, по-моему, полгода назад показывали это видео на выставке «Открытые инновации». Я подключил компьютер свой к Wi-Fi. На выставках обычно Wi-Fi не самый качественный. Это файл размером 30 гигабайт. СИЖ-исследование. Я думаю, что Асель знакома, этот препарат. Это СИЖ-исследование, это файл 30 гигабайт, и он работает с такой скоростью, как будто находится действительно на предметном столике микроскопа. Если, ну вот еще чуть-чуть глубже, вот облачная технология представляется обычно людям не из этой сферы, как какой-то сервер, который где-то стоит, обычно задает вопросы в России или не в России, ибо персональные данные. Но это на самом деле не ключевой вопрос. Ключевой вопрос – это серверная инфраструктура. У нас около 30 серверов. Одни из них отдают файлы, другие принимают, третьи обрабатывают. Именно эти технологии позволяют работать с огромными картинками с такой скоростью. У нас, например, есть контракт с компанией IBM Global, которая предоставляет нам сервера, потому что очень заинтересованы в тех технологиях, которые у нас есть. Они действительно уникальны. Ну, так как я говорил, мы работаем с огромными файлами, не просто в высоком разрешении гистологические препараты, а в сверхвысоком, десятки гигабайт. Такой файл, к слову, нельзя, невозможно передать ни по электронной почте, ни через Dropbox, ни как-либо еще. Естественно, мы работаем и с DICOM. То есть все это началось около года назад, когда патологи, которые занимаются диагностикой костных опухолей, сказали, а нам нужно смотреть первичную картинку. Мы не готовы довольствоваться описательной частью. И мы действительно сделали просмотр DICOM-файлов внутри системы, то есть также в облаке, без необходимости их скачивать, тратить на это время. Возможно, работать с изображениями компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, позитронно-эмиссионной томографии. И действительно эта информация, она синергично дополняет морфологическую диагностику, потому что не только при костной патологии необходимо смотреть оригинальный DICOM. Это уже такая концепция cloud-based diagnostics. Мы гордимся и считаем, что очень важно создавать продукт удобный. То есть вот тоже, знаете, такой маленький нюанс, но создать что-то простое очень и очень сложно. Создать интерфейс, для которого не нужно создавать многостраничные мануалы, как с ним работать, но это не тривиальная задача. Это может подтвердить, наверное, любой человек, который работает в сфере разработки программного обеспечения. И да, нам, безусловно, приятно, что патологи, которые имеют возможность сравнить не с одним десятком продуктов в этой области, они отмечают, что программное обеспечение, которое мы создаем, оно не просто быстро работает, но еще оно крайне удобно для использования и не требует каких-то глубоких изучений. Создать интерфейс с огромным количеством кнопок – ну, вот это как раз самое простое. Мы можем гордиться и гордимся больше даже, чем продуктом. Мы гордимся тем, что это программное обеспечение используется здесь и сейчас. И когда я говорил про Берлин, вот, ну, позвольте, да, может быть, минутку так погордиться, такая минутка тщеславия, то есть действительно очень много интересных решений. Очень много интересных решений как в hardware, так и в software я видел в Берлине, но сказать, что это вот прямо совершилась революция, ну, наверное, нельзя, и коллеги скорее подтвердят мою точку зрения. А у нас получается делать так, что каждый месяц сотни пациентов получают свой диагноз с использованием этих программных продуктов. 800 – цифра устаревшая, на самом деле, уже гораздо больше, особенно если взять специалистов из-за рубежа, которые работают в системе. Количество данных в системе постоянно растет, и это терабайты данных, и это первый шаг к тому, чтобы научиться их анализировать, в том числе в автоматическом режиме. Ведь механизмы машинного обучения – это не что-то, ну, скажем, это не rocket science, да, этих механизмов достаточно много, и они как раз имеют очень часто open-source основу. Вопрос в том, что загрузить на вход, да, то есть нам нужно взять тысячу случаев HER2-позитивного рака молочной железы, нужно, чтобы несколько патологов отметили зоны на препаратах, характерные именно для этого заболевания, а потом вот эту уже информацию поместить в алгоритм машинного обучения. Мы накапливаем эти данные и стараемся, чтобы как можно быстрее у нас их хватило, и мы могли начать работу с автоматическим анализом. Ну, немножечко про образовательную составляющую, да, это проект Pathology Puzzles, который уже существует как в виде Pathology Puzzles CIS Countries, где участвуют больше 650 специалистов со всего СНГ, больше 500 врачей-патологов из России и 150 из стран бывшего советского пространства. Чуть больше месяца назад был запущен Pathology Puzzles International, врачи из Memorial Sloan Catering, госпиталя Джона Хоупинса, врачи из Канады, Азии, Евросоюза, такая же механика. И на самом деле меня иногда спрашивают, это что, социальная сеть для патологов? Нет, это не социальная сеть для патологов. Мы идеологически видим это немножечко по-другому. Но согласитесь, ведь с этим, наверное, тяжело спорить. Самая эффективная механика обучения в патоморфологии – это смотреть препараты, это обсуждать их, это чтобы кто-то, кто это когда-то диагностировал, ретроспективно рассказывал, как он это сделал, приводил ссылки на статьи. Это самая эффективная механика в обучении патологов. Но, собственно, вот это есть прообраз будущего Pathology Online University. И уже сейчас мы с коллегами с кафедры постдипломного образования обсуждаем возможность присвоения баллов наиболее активным участникам. Эта механика, безусловно, будет реализована и реализована в соответствии, например, с новой системой аккредитации врачей. Да, более 1100 патологов, если брать совокупно российские и иностранные патологи, Пазлс участвует в этом проекте. Ну и в завершении это то, что мы презентовали в Берлине. Это тоже один из продуктов платформы Digital Pathology. Продукт новый, который до сих пор дорабатывается. Это, по сути, система поддержки принятия врачебных решений. Три недели назад мы презентовали это в Берлине. До сих пор мы продукт дорабатываем, тестируем, в том числе в Евросоюзе. Продукт изначально сделан на английском языке, но мы будем делать локализацию на русском. Что это такое? Вы, наверное, много слышали про IBM Watson. Есть такая история, есть суперкомпьютер, который позволяет объективизировать врачебную оценку как в диагностике, так и в назначении терапии. Здесь же речь только о морфологической диагностике. И упрощенный этот продукт можно сравнить с гистологическим атласом. Здесь на скриншоте Pathology Assistant Bone Tumors, костные опухоли. Авторы контента Майкл Джейк Лайн и Дмитрий Рогожин, многим известный врач субспециализации в костных патологиях, член АСС. Здесь собраны все, то есть в этом продукте доступно описание всех возможных костных патологий, доброкачественных и злокачественных. Естественно, возможен поиск как алфавитный, так и контекстный по аналогии с книгой. Но есть два принципиальных отличия. Первое отличие – это в отличие от гистологического атласа, где представлены скриншоты, здесь представлены полностью оцифрованные препараты. Это так, как будто бы книги приложили набор стекол по каждому случаю. Естественно, DICOM формат для костей актуально. Второе отличие – это так называемые Diagnostic Tools, когда врач, имея какую-то информацию из направления, клинические данные о поле возрасте, локализации опухоли, еще какие-то данные, видя в бинокуляр микроскопа какие-то морфологические особенности опухоли, он эти все данные может ввести в диагностический инструмент и получить дифференциальный диагностический ряд. Тех заболеваний, которые свойственны вот этим чертам. И из них уже выбирать, что, безусловно, позволяет существенно снизить вероятность ошибки. Я в завершении, пожалуй, лучше всего будет продемонстрировать видео, как это работает. Я надеюсь, это видео будет продемонстрировано со звуком. Я попросил вчера одного из авторов этого продукта, доктора Рогожина, записать видео, как с этим продуктом можно работать. Пожалуйста, включите. Если звука не будет, я позволю себе немножко прокомментировать. Вы видели, что по каждой вариации патологии существует описательная часть, существует ICD-O-код, существует бистологическая и иммуногистохимическая панель, и, безусловно, я говорил, DICOM-формат. Это можно сравнить с таким кратким брифом гистологического атласа. Пример контекстного поиска, когда, например, вам необходимо найти какую-то опухоль в описании, которой имеется, допустим, слово CD34 негативный, например, вы это можете сделать так же, естественно, как и с книгой, вы можете оперировать алфавитным поиском. Ну и вот самое главное – это диагностический инструмент, когда мы знаем, например, что это мужчина, ему 40 лет, мы знаем локализацию опухоли, мы видим какие-то особенности морфологии, например. Да, это видео. Только звука нет. И мы, соответственно, получаем дифференциально-диагностический ряд, и каждую из вариаций мы можем сравнить с тем, что мы видим из клинических данных или из морфологии, ну и, соответственно, не забыв, что вот этим морфологическим параметрам и вот этим клиническим параметрам может соответствовать не только та опухоль, о которой я подумал в первую очередь, но и какая-то другая опухоль, например. Собственно, все, коллеги, спасибо. Я готов ответить на вопросы. А, про поводу open source. Мы прямо 30 секунд. Мы действительно тоже много думали о стандартизации. Дело в том, что наше программное обеспечение работает с любыми существующими видами сканеров, в том числе которых еще нет на российском рынке, так как мы работаем не только в России. Врачи из Норвегии, Великобритании, Штатов, Германии, Италии, Чехии пользуются нашим программным обеспечением. И действительно есть такая группа инициативная, по-моему, из Италии, там врачи, инженеры, которые сказали, а давайте не будем изобретать велосипед и будем использовать DICOM-формат для того, чтобы обяжем всех производителей сканеров сохранять в DICOM-формате. Но мне пока история эта видится чуть-чуть утопичной по нескольким причинам. Первая причина. DICOM-формат – это тоже не единый формат, это целый зоопарк. Есть DICOM-ы, которые были созданы 20 лет назад, есть DICOM-ы последних версий, и чтобы с ними со всеми работать, это тоже не тривиальная задача. Не любой open-source просмотрщик позволит работать со всеми видами DICOM-а. Вторая особенность в том, что для того, чтобы сохранять в DICOM-е, есть два пути, либо обязать действительно производителей, но, по-моему, это тоже не очень простая задача. Есть там компания Olympus, у них вообще закрытый формат, они никого в него не пускают. Есть компания 3D HISTEC, есть компания Perio, есть компания Hamamatsu, у всех у них разные форматы. Пойди заставь их делать все это в одном формате. Второй путь – это сделать конвертацию из того формата, в котором выгружает сканер, в определенный DICOM. DICOM тоже там специальный, скажем так. Но это очень долгий процесс и достаточно затратный с точки зрения компьютерных мощностей. То есть есть такая концепция, есть такая гипотеза, пока непонятно, насколько она целесообразна. Может быть, действительно целесообразнее использовать программные инструменты, которые позволяют эффективно, удобно и быстро работать с любыми существующими уже форматами файлов, в которых выгружают сканеры. Ну, мое мнение. Спасибо. Дорогие друзья, мы немножко выбиваемся из регламента, поэтому я позволю себе на правах ведущего закрыть дискуссию и продолжить следующим докладом.